Привет, кадеты! Это Дорожные войны. Это первая серия, где я расскажу тебе об основах гражданского или безопасного управления мотоциклом. Основное отличие гражданского управления мотоциклом от спортивных дисциплин это цель. В спортивных дисциплинах цель это приехать первым. В гражданском управлении мотоциклом цель это приехать. Безопасная езда на мотоцикле зависит от трех факторов. Первое это умение прогнозировать дорожную ситуацию. Это умение помогает избежать ситуаций, где тебя могут сбить или ты можешь упасть. Второе это техника владения мотоциклом. На 100% все дорожные ситуации прогнозировать сложно. Чем выше твой уровень гражданского управления мотоциклом, тем выше вероятность того, что ты выйдешь из аварийной ситуации в целом. И третье это техническая исправность мотоцикла. Ведь у мотоцикла могут быть технические дефекты, которые могут моментально привести к аварии или падению. И их нужно знать. Мы последовательно разберем все три темы. А сейчас я расскажу о гражданском управлении мотоциклом. Первое. Помни, если ты выехал на мотоцикле, представь, что ты на низколетящем самолете пролетаешь над вражеской территорией, где все тебя хотят сбить. Учитывай это и не рассчитывай на то, что тебя будут видеть и пропускать. Второе. Мотоциклист всегда прав, когда жив и цел. Ты же не хочешь, чтобы тебя запомнили как мотоциклиста, который был прав в своей последней поездке. Третье. Всегда руководствуйся здравым смыслом. Если ограничение скорости 50, но уже осень и начинают опадать листья, не нужно заходить на скорости 50 км в час даже в самые знакомые повороты. Четвертое. Выбирай скорость движения такую, чтобы тормозной путь был меньше, чем зона твоей видимости. И пятое. Помни, что на дороге нужно находиться в безопасном месте. У любого транспортного средства есть условно три зоны. Красная зона. Это зона, где транспортное средство может оказаться за один маневр. Либо торможение, либо маневрирование, либо ускорение. Вторая зона желтая, где транспортное средство может оказаться за два движения. Например, торможение и маневр. И третья, это зеленая зона, где транспортное средство появится с наименьшей вероятности. Помни, мы не можем себя на 100% обезопасить при езде на мотоцикле. Но когда мы умеем прогнозировать дорожную ситуацию, когда мы владеем правильной, безопасной техникой управления мотоциклом и когда наш мотоцикл технически исправен, мы существенно повышаем шансы кататься безопасно. Если ты считаешь этот ролик полезным, поддержи нас лайком и обязательно поделись этим видео в своих соцсетях. Так ты внесешь вклад в безопасность на дорогах своего города.